всем привет это канал мото санчо давненько у нас не было новых серий думаю вы уже соскучились по новым видео да и я уже заскучал без работы с уралом дело в том что у нас шли пасхальные праздники это и благовещение это и пасха всех православных я поздравляю с прошедшими праздниками ну и как известно по церковным праздникам лучше не работать это правило я для себя уяснил еще в далеком двухтысячном году не помню точно какой был праздник возможно благовещение суть в том что была весна было тепло я занимался активно сборкой именно этого урала он тогда был одиночка я его собирал после покраски поставил щиток поставил бак двигатель уже в раме первый запуск все удачно получилось все здорово ну и раз двигатель работает естественно захотелось немножко прокатиться и я стартовал вот от гаража и до ворот у меня здесь буквально метров 30 можно немножко разогнаться и в тот момент когда уже подъезжал к воротам нажал на задний тормоз и понял что забыл подключить тягу заднего тормоза в результате помял передний щиток свеже покрашенный свернул куда-то на бок руль лбом чуть не протаранил ворота и вот с тех пор я понял что лучше на церковные праздники гаечные ключи в руки вообще не брать а это стало в этом году замечательным поводом отдохнуть посвятить время семье вчера мы с сыном ходили гулять в парк по набережной здорово прошлись посетили все детские площадки там ближайшем радиусе вечером выбрались женой в кинотеатр тоже замечательно провели время в общем я отдохнул и сейчас полон сил готов приступать к работе но прежде чем мы начнем по делу сегодня разговаривать давайте отвечу на несколько вопросов по предыдущем видео во первых очень много было вопросов по крышкам по накладкам где купить где достать точно так же как и защита руля не именно это которая оригинального ураловская которая всем больше всего понравилось так вот недавно мне посоветовали хороший интернет магазин такую торговую площадку вконтакте которая называется оппозит маркет дело в том что человек только-только начинает работать я с ним пообщался и сейчас старается наработать себе репутацию наработать себе авторитет поэтому во первых не задирает ценники во вторых очень ответственно подходит к обработке всех заказов к отправке к упаковке в общем оппозит маркет заходим вконтакте смотрим больше 100 товаров представлена в группе это и какие-то мелочи вроде стоп-сигналов поворотов пластика того же это и детали подвески это и какой-то обвес это и детали по двигателю запчасти все это можно заказать и обратите внимание ценник очень гуманный все очень привлекательно зайдите посмотрите сами если кому-то что-то надо то смело заказывайте второй вопрос будет посвящен крайнему видео вот этому коротенькому двадцатисекундному запуском двигателя очень много споров и обсуждения но вызвало они видеомонтаж ли это все прогрет ли был двигатель до этого ребят я нигде не утверждал что двигатель был холодный это первый запуск двигателя в этом году нет дело было так я вышел поработать я залил масло в двигатель я заправил топливо долго кикстартером пенал мотор без каких-либо признаков жизни после чего выкрутил старые свечи вкрутил две новых свечки а 11 произведенных в советском союзе которые мне прислал мой подписчик и двигатель завелся с пол оборота и начал ровно хорошо работать я настолько поразился что решил поделиться этим с вами естественно самый первый запуск видео не попал соответственно попал уже второй когда я поставил камеру и сделал это все уже для вас тем кто пишет что мой урал заводится точно также с пол пинка еще и рукой я очень за вас рад я вас поздравляю у вас замечательный мотоцикл я своим видео не пытался с мериться там длиной запуска нет все здорово вы молодцы я молодец все у нас хорошо ну а сегодня сегодня давайте посмотрим во первых у нас замечательная погода вот уже неделю держится где-то так плюс 14 плюс 16 градусов солнышко весна приятно начинают распускаться первые почки на деревьях самое самое время выехать но от выезда меня удерживают некоторые вопросы и самые главные проблемные из них это состояние резины если вы помните в прошлом году все три покрышки я заменил на новые переднее и колясочное колесо прошли 8000 без проблем износа на них практически не видно а вот заднее колесо полы села это именно она и прошлой осенью одна знакомая мотоциклистка спасибо тебе александра презентовала мне другую покрышку был ушную но в гораздо лучшем состоянии я ее установил и на ней мы с вами выезжали зимой вот этот зимний прохват когда у меня постоянно обмерзал карбюратор в общем один раз я на ней проехал наверно 50 километров в общей сложности после этого остаток зимы мотоцикл простоял на месте и уже весной я обнаружил на боковине покрышки шикарнейшие трещины прямо до корда фатальную роль здесь сыграл возраст самой покрышки резина от времени пересохла и вся потрескалась для сравнения на переднем колесе и на колесе коляски таких симптомов не наблюдается и это уже меня радует а вот угловые резиновые шланги которыми у меня был подсоединен внешний клапан сапуна постигла точно такая же участь хотя они были абсолютно новые но видимо качество полное барахло шланги эти я уже заменил на армированные текстильным кордом может быть не такие красивые но уж точно более надежные заднюю покрышку нам тоже придется заменить на новую и тут я в очередной раз поражаюсь нашим ценам в беларуси самый дешевый вариант петрашиновская модель и 40 стоит 70 белорусских рублей это 2100 рублей российских для сравнения современная автомобильная шина в жигулевском размере обойдется где-то в 1200 1300 рублей российских разница практически в два раза и вот этого я совершенно не понимаю почему мотоциклетное ураловское колесо стоит в два раза дороже чем автомобильная по-хорошему конечно стоило бы заменить и заднюю покрышку и покрышку колеса запаски но тут встает финансовый вопрос дело в том что за всю зиму спонсоров для поездки на урале на байкал я так и не нашел рассчитывать приходится только на свои сбережения поэтому будем экономить это колесо лысая но не потрескавшиеся я одену на колесо запаски в конце концов запаска нам нужно только для того чтобы в случае прокола ее поставить и доехать до шиномонтажа а вот одну покрышечку нам придется все-таки купить чтобы установить назад ну и в принципе что-то я сегодня разболтался разговоров много дела мало поэтому давайте перейдем к работе по планам продолжаем туристический обвес для урала и заняться я думаю либо багажником на капот коляски либо креплением канистры для воды вот здесь я думаю и крепить и мне в принципе без разницы что сегодня делать предлагаю кинуть монетку и решить чем же мы займемся есть у меня 20 копеек значит орел делаем багажник на капот решка делаем крепление канистры выпала решка канистру для воды я купил в хозяйственном магазине новую объем 10 литров как показывает практика этого хватает на двое суток автономного путешествия на двух человек понравился мне дизайн и цвет не совсем конечно в цвет мотоцикла но все-таки синенькая изначально планировал установить крепление для канистры такое же как мы делали для канистры топлива но потом подумал что она будет здесь слишком громоздким особенно когда буду ездить без канистры такая непонятная конструкция пускай даже меньших габаритов поэтому решил сделать проще сделаю основание которая будет крепиться к коляске и небольшую полочку на которую будет устанавливаться канистра а уж сама канистра к основанию будет притягиваться резиновым ремнем я думаю будет достаточно надежно никуда она отсюда не денется начнем с того что сделаем эскизный набросок ну а затем на него перенесем необходимые нам размеры канистры ну а уже по этим размерам вооружившись шаблонами для резки углов чертилкой рулеткой болгаркой и сваркой все из того же профиля 20 на 20 миллиметров будем изготавливать конечное изделие по шаблону размечаем с двух сторон границы реза и аккуратно вырезаем уголок ну а когда все уголки у нас будут вырезаны начинается самое интересное помните было когда-то такая детская головоломка называлась змейка вот принцип здесь абсолютно такой же об сошлась остается немножко подровнять и зафиксировать сваркой все наши швы смотрю я на то что у нас получается и думаю что запланированные две перемычки будут здесь явно лишними наверное вместо двух я поставлю одну посередине теперь насчет крепежа если мы просто прикрутим получившуюся полку к корпусу коляски то видим что у нас образуется некоторый наклон канистра завалена мне хотелось бы этого избежать и расположить основание полки параллельно земле для этого давайте воспользуемся системой подставок выставим по уровню как нам надо установим на них полочку и теперь по месту будем изготавливать и приваривать крепление разной длины пару крепежных ушей я думаю разместить сверху вот здесь а внизу приварю 2 гнутых кронштейна 1 и 2 ну вот отлично крепление заняли свои места все плотно стыкуется хорошо прилегает естественно при сборке под них надо будет подложить толстые резиновые шайбы чтобы гасить вибрации а финальная на сегодня задача приварить с двух сторон широкие крючки за которые будет цепляться резиновый ремень удерживающий нашу канистру и с этой задачей мы с вами тоже справились все полочка наша готова остается ее только покрасить если установим на нее канистру то видим что за канистрой весь крепеж скрывается его вообще не видно будет виден только широкий черный резиновый ремень который будет эту канистру на мотоцикле удерживать но изготовлением этого ремня мы займемся уже в другой раз а сегодня у нас с вами есть еще одно дело распаковка очередной посылочки от подписчика на этот раз посылка пришла из нижегородской области от игоря шагалова давайте откроем и посмотрим что там коробка относительно легкая так что это точно не еще один коленвал что-то пошло не так где-то я нарушил схему на схем это есть просто она скрыта ладно так бумажки 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 о какая-то штуковина это насадка на канистру для удобства заправки мотоцикла из металлической 20 литровой канистры да эта вещь мне в дороге пригодится никогда раньше не видел таких приспособлений поэтому естественно интересно попробовать давайте откроем канистру установим эту штуковину и зажимаем да знаете так наливать бензин будет гораздо удобнее намного вещь действительно полезно я уверен что она займет свое место в багажнике моего урала во время путешествия на байкал игорю огромнейшее спасибо а также в благодарность за помощь игоря отправляется стикер с логотипом канала moto sancho ну и пора нам пожалуй приступить к розыгрышу я знаю многие его уже ждут а так как крайнее видео было у нас несколько неполноценным слишком коротким и без всяких розыгрышей то сегодня мы разыграем два стикера по двум крайним видео и в ролике посвященным боковым накладкам аккумулятора побеждает у нас антон задонских с комментарием про интерактивную карту в которой каждый желающий мог бы оставить свои координаты и телефоны для связи с ними в путешествии идея просто замечательная если кто-то знает как ее технически реализовать пишите пожалуйста в комментарии или в личку мне вконтакте мы обязательно этим займемся а в следующем видео коротеньком про запуск двигателя технически побеждает евгений быковский с 34 лайками но так как ему стикер мы уже отправляли то следующий по количеству лайков это александр герасимов 22 лайка про то что надо было заводить урал рукой а не ногой от вас ребят я жду теперь адреса но остальным напоминаю не забываем ставить лайки подписываться и оставлять комментарии потому что все комментарии к этому видео будут участвовать в следующем розыгрыше 2 на этом я пожалуй закончу реально сегодня засиделся уже почти 12 часов ночи всем спасибо что смотрели надеюсь видео не было скучным всем счастливо всем пока